Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите и слушаете программу темы дня. Это совместный продукт, совместный эфир радиостанции Монте-Карло на Тверской частоте 95,5 FM и телестанции Тверской проспект Регион. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. Нам можно звонить по телефону прямого эфира 3190 и задавать свои вопросы. А сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области. Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. И Ирина Евгеньевна Марченко, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Ирина Евгеньевна, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые друзья, мы встречаемся в канун праздника. 1 ноября судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник, поэтому разрешите мне вас поздравить с наступающей важной датой для вашей службы. Давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям, с какого времени ведется отчет праздничных дней. Можно говорить о новой истории нашей службы и о самой-самой, с самого начала. Если говорить о новой истории, то указом президента 8 сентября 2009 года был учрежден наш профессиональный праздник именно 1 ноября. То есть в этом году такой своеобразный юбилей, это 10 лет. Это 10 лет. Да-да-да, 10 лет. А если говорить вообще об истории появления такого статуса, как судебный пристав, то в принципе в этом году это 154-е уже годовщина, когда вообще появилось вот это вот понятие судебный пристав, такой вот помощник появился у государства. Поэтому вроде бы две даты, но, конечно же, появление вот именно конкретной даты, да, 1 ноября, все-таки вот ознаменовалось в 2009 году. Мы от этого сейчас и, скажем так, отталкиваемся, да, и отмечаем именно вот 1 ноября. Получается, служба довольно-таки, если по новой дате, то служба молодая? Совсем молодая, да-да-да. Ну, а так вообще, а задачи, задачи уже давнишние, старые, вот их и выполняем. Ну, Коля, мы говорим о молодости праздника, относительной молодости праздника, то сегодня вы в нашу передачу приехали с очень важного события, тоже касаемого молодых сотрудников. Сегодня была присяга, да? Где это происходило? И, наверное, здесь учитывалась еще одна важная дата для нашего государства, 70-летие победы, которые мы будем отмечать в истории. Мы действительно вот в этом году провели, ну, так, немножко нестандартно, да, присягу проводили в музее Калининского фронта. Вот в следующем году мы отмечаем 75, да, лет, это со дня Великой Отечественной, победы, да, Великой Отечественной войне. И сама обстановка, конечно же, да, она тоже вот немножко дух вот этого, этой победы, он вот там везде, да, вот в этом музее. И, конечно же, молодым хотелось показать, насколько важна память, важно понимание вот этого события. Ну, и, конечно же, сегодня в своих, да, поздравительных словах после принятия присяги отметила, что мы тоже служим государству. Да, может быть, каждый день мы не совершаем подвига, но любой поступок, служебный поступок, мы за него должны отвечать, должны быть ответственны. Вот, в принципе, вот с такими словами сегодня обратилась к молодым. А вообще присяга — это традиция. Мы стараемся проводить присягу два раза в год, да, это вот в преддверии профессионального праздника и в преддверии Дня России 12 июня. Традиция хорошая, готовятся молодые к этому, то есть очень ответственно подходят. И чувствуется, что вот слова присяги, когда они их произносят, это не просто слова, потому что у каждого это действительно вот он прочувствует каждую фразу, каждое предложение, которое вот зачитывает. А так, кстати, много сотрудников молодых принимали на них? В этом году нет, их было пять, но хочу сказать, что и текучесть кадров у нас немножко стабилизировалась, поэтому побольше у нас, скажем так, увеличился срок в службе, да, то есть если молодые у нас работали месяц, два, да, иногда и уходили, то вот в этом году мы уж такого не наблюдаем. Это отрадно, конечно же, очень приятно, что люди с пониманием относятся к тем трудностям, которые есть в службе, ну и, конечно же, с надеждой, да, на то, что что-то изменится, что-то к лучшему, да, произойдет в нашей службе. Поэтому вот вроде бы это хорошо, ну, в любом случае это хорошо, да, вот, ну, найдем кому присягать в любом случае, даже если вновь никого не наберем. Ну, кстати, то, что даже вот сейчас молодые сотрудники присягали в музее Калининского фронта, это символично, потому что службы судебных приставов ведут большую военно-патриотическую работу. Ведь целый отряд существует, поисковый отряд, который ежегодно вот у вас поднимает, да, останки к жизни возвращает, к памяти возвращает бойцов Красной Армии, которые безвестно лежали со времен Великой Отечественной войны. Да, у нас в этом году вот есть очень хороший результат, это вот мы участвовали во Всероссийской вахте памяти, да, в Керчи в сентябре, и наш отряд поднял останки трех бойцов с почестями, естественно, и было произведено захоронение. То есть ребята, скажем так, трудятся, да, на этом поприще в свободное абсолютно от работы время, да, и с огромным удовольствием. И именно вот этот патриотизм, то есть они хотят, у них есть желание, да, как говорится, чтобы каждый боец именно на своей земле, да, его можно было предать, чтобы родные, пусть это будут уже внуки, правнуки, да, но все равно они будут знать, где вот захороненных родственник. То есть это очень хорошо, и мы вот рассказываем об этом, мы в этом году в День города постарались, у нас уже есть мини-музей, вот, и мы этот мини-музей постарались показать молодому поколению. Хочу сказать, что мероприятие прошло очень-очень хорошо, и много желающих было вот все это послушать, посмотреть. Молодые сотрудники присягают, произнося слова присяги, на верность Отечеству, и в то же время они великолепно представляют объем работы. Какие задачи перед судебными присягами? Вы хотя сказали вот сейчас, что это, конечно, не подвиг, я наблюдаю вашу каждодневную работу, сравнила бы эту работу с подвигом каждый день, и такие суммы, гигантские суммы возвращать в казну государства, в казну нашей Тверской губернии, это что-то с раннего утра до позднего вечера, без выходных и праздников. Да, действительно, конечно, нагрузки очень большие, задачи, которые стоят перед службой, да, они, как я уже сказала, начались еще вот со времен, да, там, более 150 лет назад, вот, но основные они остаются, это, конечно же, исполнение судебных актов, да, актов иных органов, это обеспечение установленного порядка деятельности судов, это дополнительная функция по организации принудительного выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Вот совсем, ну, еще совсем недавно будем говорить, да, у нас появилась новая функция, это надзорная функция за коллекторскими организациями, да. Коллекторы, это тоже, это очень важно, сейчас мы поговорим сегодня. Да, и сейчас это актуально, конечно, очень. То есть, конечно же, задач много, и они, их спектр, он расширяется даже внутри одной задачи, естественно, возникает несколько еще дополнительных задач, да, но в любом случае, это государственная функция, которую мы, надеюсь, что с достоинством, да, вот, выполняем, вот, ну, показатели говорят о том, что пока мы достаточно хорошо идем, надеюсь, что и будем таким же шагами, да, идти вперед. Вот показатели на уровне России мы как смотрим все наши средства? Ну, в принципе, итоги вроде бы как подводить рано, потому что рейтинговые итоги подводятся по году, да, но вот сейчас предварительно мы где-то находимся в середине, да, всех территориальных органов, где-то с 30 по 40 место. Ну, есть моменты, да, объективные, да, есть субъективные, но, как я уже сказала, в принципе, середина, если сравнивать даже с большими крупными регионами, да, для нашего региона, это, ну, достаточно хороший результат. Задач очень много. Вы, кстати, считали, сколько функций вообще у вас? Ну, так, конечно, не подсчитывали. Не подсчитывали, не подсчитывали. Да, да, ну, если вот говорить о вот эти большие направления, о которых я сказала, да, то, наверное, четыре вот эти большие направления. Ну, а, как я уже говорю, что вот есть еще... Великое множество, да, великое множество. Не отпугивает молодежь вот такую, такая большая нагрузка? Вообще, как вы считаете сами в почете профессии? Ну, конечно же, если говорить, и действительно вы говорите о тех задачах, которые стоят, то думаю, что да, потому что государство нуждается в нас, раз поручает нам такие важные задачи. Если говорить о благодарности или неблагодарности, ну, как говорится, населения, граждан, да, то, конечно же, мы понимаем, что, наверное, должник всегда ругает за то, что забираем, взыскатель ругает за то, что почему так быстро не забрали и не отдали. Но при всех обстоятельствах хочу сказать, что благодарность тоже есть, и я думаю, что всегда приятно и каждому судебному представительству слышать слово «спасибо», когда приходит взыскатель, да, и говорит там те же мамы, которые получают алименты. Вот, это тоже присутствует, наверное, в каждой профессии это есть. Это вообще великое слово, и ради этого, наверное, стоит работать. Уважаемые друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, и ровно через три минуты вернемся в эту студию. Не переключайтесь. Здравствуйте еще раз, но вновь в студии программа «Тема дня». Напоминаю, сегодня у меня в гостях судебные приставы. И вопрос такой. Давайте еще раз напомним жителям региона правила по возврату просроченной задолженности. Что это такое, с кем приходится работать, какие новые правила поступили, да, и уже что наработано на сегодняшний день. Ну, я хочу напомнить о том, что с 2007 года, 2017 года, на службу судебных приставов возложена новая функция. Это функция по надзору за организациями, которые возвращают просроченную задолженность. Федеральная служба судебных приставов ведет реестр данных организаций. Реестр этот располагается на официальном сайте, на сайте Федеральной службы судебных приставов. В данный реестр входит порядка 300 организаций. Также, чтобы я еще хотела сказать, чтобы попасть в этот реестр, да, но это не просто так, любая организация может подать заявление, оно будет рассмотрено, оно будет включено, нет. Есть определенные требования. С принятием закона от 3 июля 2016 года, номер 230, в данном законе определены требования, которые предъявляются к организации, да, это и к финансовой ее составляющей. Требования предъявляются и к технической возможности, которые будут записывать разговоры. Требования предъявляются еще и также к учредителям, к сотрудникам, которые будут работать в данной организации, чтобы у них не было также просроченной задолженности, то есть, ну, исполнительных документов на исполнение у нас. И только после этого также, ну, организации необходимо заплатить госпошлину и застраховать свою ответственность перед другими лицами, когда они будут осуществлять эту деятельность по возврату просроченной задолженности. Этот закон 230, он распространяется не только на коллекторов, которые стоят в нашем реестре, он также распространяется и на микрофинансовые организации, которые самостоятельно выдают займ и самостоятельно его взыскивают. Кстати, вот, Ирина Евгеньевна, чаще всего, наверное, приходится сталкиваться с жителями региона очень часто вот именно с этими микрофинансовыми организациями. Безусловно. Если мы посмотрим статистику по Тверской области, да и в целом по России, то большинство обращений граждан на противоправные, так скажем, действия идут именно на микрофинансовые организации. Просто люди путают понятие коллектор и всех называют коллекторами. На самом деле коллекторы — это только те лица, те работники тех организаций, которые стоят у нас в реестре, за которыми мы осуществляем надзор и контроль. А микрофинансовые организации и их службы безопасности или какие-то еще, да, это не коллекторы. Это просто организации, которые взыскивают просроченную свою задолженность. И вот это вот понятие, да, коллектор, вот это оно у нас вообще в обществе спуталось. Это, наверное, такое вот общее название, да? Общее, да. Которое люди просто дали, да? Но это то же самое, что если человек будет в погонах, его у всех будут называть полицейским. Да, наверное, но то же самое, да. Это то же самое, а на самом деле это не так. Еще вот этот 230-й закон, да, который определяет правила, как должны и микрофинансовые организации, и коллекторские организации взаимодействовать с гражданами, да, определены как качественные, так и количественные, да, так скажем, условия и порядок взаимодействия. Ну, во-первых, нельзя угрожать, во-первых, нельзя портить имущество и так далее. Ну, вот как у нас был вариант, который сейчас дошел бы сюда, когда ты отталкиваешь хозяйку квартиры, ты врываешься в квартиру, ты угрожаешь. Но, тем не менее, до этого уже были реальные угрозы. Да, бесспорно, были реальные угрозы и было и превышение количественных телефонных звонков. То есть закон, он четко все определил. Сколько раз можно прийти к лицу, который допустил просрочку задолженности, сколько раз можно написать ему смс-ку или позвонить. Определены временные рамки. То есть нельзя гражданам беспокоить с 10 часов вечера до 8 часов утра по будням и с 8 часов вечера до 9 часов утра по выходным дням. Ирина Евгеньевна, вот мы уже не первый раз, да, вот в студии, вот в этой студии разъясняем, разъясняем, растолковываем жителям региона правила, что можно, что нельзя. Есть толк от этого? Обращаются? Нет, обращаются, но, вы знаете, вот это, наверное, резонансное дело, которое у нас было по статистике, количество обращений все-таки в целом по Тверской области, оно у нас по направлению, так скажем, коллекторской деятельности, оно у нас снизилось. Ну, по сравнению с тем потоком, который шло вот каждый месяц. Это, да, снизилось. Ну, и, конечно же, мы, ну, как если сравнивать с АППГ, да, с прошлым годом, ну, протоколы мы как составляли по 1457 за нарушение, так и сейчас составляем. Количественного выражения чуть-чуть поменьше, но меньше, да, в этом году составлено только 7 протоколов. На 420 тысяч уже они взысканы, эти денежные средства, и уже оплачены, ну, правонарушителями уже оплачены. Это значит, что просто стали прислушиваться к закону те, кто раньше нарушал закон? Может быть, дело в этом обстоит? Конечно, я думаю, что да, конечно, безусловно. То есть люди уже, жители региона, знают, к кому обращаться? Потому что если раньше то в полицию, то в другие организации, то в прокуратуру, да, теперь они знают, что нужно обращаться к судебным приставам и какой пакет документов при себе иметь, да? Ну, конечно же, если такие противоправные действия происходят, то гражданину, физическому лицу, ему необходимо максимум собрать доказательную, так скажем, базу. Нужно записать этот разговор, нужно сохранить СМС-сообщение, не стирать их, не выкидывать, не блокировать номер, как это очень часто бывает. Граждане приходят, говорят, вот мне звонили на этот номер, мы говорим, ну, предоставьте нам распечатку телефонных звонков, чтобы мы провели. А я, говорят, его заблокировал. Ну, понимаете, если вы не берете трубку телефона и говорите, приходите и обращаете, что вот меня не достали, не названивают, на самом деле, не взяв трубку телефона, взаимодействия с вами не было. То есть тот, кто хочет с вами донести вам информацию о размере просроченной задолженности, да, он до вас не донес, и, соответственно, он дальше до вас дозванивается. И граждане это немножко, ну, неправильно истолковывают. Потом бывают такие случаи, что граждане обращаются, что вот мне пришло письмо вот такого-то содержания. Мы спрашиваем, а где конверт? А я выкинул. Ну, а без конверта-то кто? Ну, доказательственная база уже теряет свою... Да, может быть, человек сам себе написал. Конечно, конечно. Или кто-то сосед подбросил соседа. Да, и для того, чтобы дальше проводить, ну, допустим, наши новые тоже функции административное расследование, а смысл, мы лишены той базы, которая нам необходима именно при взаимодействии с самим должником, да, с которым взаимодействуют коллекторы, либо представители микрофинансовых организаций. Давайте еще раз напомним, где можно прочитать жителям региона. На сайте у вас есть, что нужно, какой пакет документов, что нужно для доказательства? Да, это есть и на нашем сайте. Также граждан я хочу призвать о том, чтобы в случае, если какие-то, не дай бог, какие-то недоразумения происходят, конечно же, они, во-первых, к нам можно обратиться, ну, не посмредственно прийти. Ну, по направлению коллекторов мы принимаем и в приемные, и не в приемные часы мы всегда принимаем. Есть человека в отделе, который принимает, берет объяснение, разъясняет, что необходимо. Также есть приемные часы, как у руководителей, у заместителей руководителей тоже. Вот, соответственно, начальники отделов также принимают. И старшие судебные приставы по данному направлению тоже могут принять, взять объяснение. Но рассматриваем все это обращение пока что мы в центральном, ну, у себя в управлении. На улице Веселова. На улице Веселова, 4,6. Также еще хотела бы сказать гражданам, что у нас есть, и, в принципе, можно данным сервисом пользоваться, это подавать электронные обращения через наш сайт. То есть можно подать электронные обращения, вложить туда, позволяет вложить, либо сканы документов, ну, либо еще какую-то информацию. То есть все это можно, это более быстрый так способ, потому что, ну, жители региона не все могут приехать к нам на улицу Веселова, 4,6. А, да, кто-то может электронно, соответственно, можно также обратиться к старшим по районам. Мы еще раз напоминаем, что везде, в каждом случае, должен соблюдаться закон. А здесь закон на стороне жителей нашего региона. Если вас обижают, если вы чувствуете, что ваши права каким-то образом пресекаются, обращайтесь. Очень часто, выезжая на место вместе с сотрудниками, вместе с сотрудниками вашей службы, нас сопровождает, так называемая, силовая поддержка спецназ, служба судебных приставов. Это судебные приставы по ПДС. Кто это такие, что это за подразделения? Как давно они существуют и основная их обязанность? Это такие вот такие здравые ребята. Да, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Это один блок такой, да, если вы говорите про наш спецназ, да, в кавычках, это группа быстрого реагирования. Это как раз те ребята, которые занимаются удворением. Это их вот такая очень важная функция. Судебные приставы по ПДС, в принципе, существуют столько же, сколько и служба. Конечно же, основная их задача – это обеспечение безопасности судов, судебного процесса, досудей и вообще, в принципе, участников и посетителей суда. Ну, вот если говорить про нагрузку, вот в этом году 28 тысяч заявок на обеспечение судов исполнено вот за истекший период времени. 28 тысяч по области, да? Да, кроме того, ведь мы обеспечиваем не только безопасность конкретного судебного заседания. С нашими судебными приставами ПДС, в принципе, посетитель суда встречается сразу, открыв дверь в суд. Потому что мы занимаемся вопросами пропускного режима. То есть вот зашел посетитель и сразу же начинается общение с нашими сотрудниками. Хочу сказать гражданам, чтобы воспринималось вот это вот правильно, потому что безопасность – это и его же безопасность тоже, того же посетителя, который иногда возмущается. А почему? Почему я должен что-то показать? Почему вот какой-то досмотр? Почему какой-то пропускной режим? В других регионах были очень серьезные ситуации, возникали в судах. И все эти меры связаны только с антитеррористической безопасностью, вообще с безопасностью наших же граждан. Вы правильно сказали, наших же граждан. Поэтому основная функция – обеспечить полную безопасность как судей, участников судебного процесса, а также посетителей суда. Это вот основная функция наших судебных приставов ПДС. Ну и, конечно же, при обеспечении исполнительных действий. Вы правильно говорите, что они вместе с вами выезжают, вместе с нашими исполнителями. Потому что люди бывают разные. Конечно. А вы всегда работаете на острие. Да, и, конечно же, разные ситуации бывают. Вот у нас сейчас есть и возбужденное уголовное дело, да, значит, в связи с посягательством, да, на, скажем так, на жизнь и здоровье нашего сотрудника, да, судебного пристава по ПДС. Как раз-таки в процессе исполнительных действий это произошло. Поэтому, да, действительно, без этой силовой поддержки нам нельзя. Ну а если говорить вот о выдворении, да, принудительном выдворении, то, конечно же, здесь ситуации тоже возникают разные. Поэтому вот особо подготовленные у нас ребята, да, это ГБР, да, именно вот им поручена эта функция. Вы давно, кстати, поручены, давно вы стали этим заниматься. Раньше же это принадлежала функция сотрудникам полиции. Да, ну, выдворение у нас действует, по-моему, где-то с 2009, с 2007-2009 года. То есть тоже уже достаточно давно. Ну да, да, давно. Вот, поэтому, в принципе, были определенные, да, то есть нарабатывали практику, скажем так, общения, правильного поведения, разрабатывались какие-то методички. Но сейчас есть четкий порядок поведения наших сотрудников. Поэтому, в принципе, уже идет все по накатанной, и надеюсь, что так же и будет дальше. И причем ведь, насколько мне известно, тоже, это же работа практически в течение суток, да, их нужно довести до Шереметьево, да, до любого аэропорта, чтобы потом уже человек пересел границу. Да, передать там, да, пограничник. Передача происходит, и это занимает очень большую нагрузку. Ну, в принципе, на один вот выезд у нас уходит порядка суток. То есть в любом случае, то есть с учетом временного периода, то есть пока мы их забираем из центра временного содержания, дорога, там передача уже по пограничникам. То есть, в принципе, вот на одну поездку почти сутки уходят. Если мы заговорили вот о временном порядке, вообще нагрузка большая на судебного пристава относительно и по времени, и по количеству дел? Ну, конечно же, у нас сейчас на исполнении почти 700 тысяч исполнительных производств. Чуть-чуть это меньше, чем в прошлом году, но незначительно. А так вообще, если сравнивать, допустим, с количеством 5 лет назад, то, конечно, увеличилось почти вдвое количество исполнительных производств. Но это тенденция по всей России, она не только в нашем регионе. Но появилось у нас в этом году увеличение количества судебных актов. То есть, если раньше мы говорили, что это только административные штрафы, то есть большое количество, то сейчас-то еще и судебные акты, это и взыскание налогов, и иные какие-то судебные решения. Нагрузка общая по оконченным исполнительным производствам, то есть в день завершается, порядка 10 на каждого судебного пристава. Из них почти 7 — это взыскание в полном объеме, то есть фактическим исполнительным, ежедневно. Вот если говорить о суммах, то порядка 7 миллиардов мы взыскали в этом году уже за 9 месяцев. В том году за тот же период времени было чуть меньше 6, то есть мы, скажем так, свою планку повышаем. Но если говорить о бюджетных деньгах, то это порядка миллиарда 700 в доход бюджетов различных уровней у нас ушло. Из них порядка миллиарда 200 — это только налоговые платежи. Огромные суммы. Давайте мы прервемся, уважаемые друзья, потому что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. А, здравствуйте. Сергей Владимирович, у меня вот инвалид первой группы вас беспокоит. Я хотел задать вопрос, а сколько максимально могут удерживать с пенсии с инвалидами? За какой нарушений? Алло, вы нас слышите, Сергей Владимирович? Да, да, да. За алименты или что максимально? У меня алименты удерживают 25%, а еще исполнительный лист 10-летней давности. Вот у меня с этой пенсии удержали в общей сложности 75%. А пенсия большая, небольшая? Ну, инвалид первой группы 15 тысяч. 15 тысяч, да? 14 тысяч. Да. Есть ответ? Есть что ответить, Сергей Владимирович? Ну, ответ, конечно, есть. Значит, в связи с требованиями законодательства, конечно, с учетом того, что у вас один из исполнительных документов — это взыскание алиментов, то взыскание может достигать до 70%. Но у нас сейчас имеется судебная практика, да, то есть о том, что вы можете, конечно же, снизить, обратившись к судебному приставу исполнителю с ходатайством, что не имеете дополнительного дохода, что у вас это единственный доход, да, пенсия по инвалидности, обратиться с заявлением о снижении размера, да, взыскания вот по второму исполнительному документу, о котором вы говорите, там, десятилетней давности. Десятилетней давности. Да. Мы, конечно же, снизим, да, но ненамного. Вот. Меньше 50% в принципе вашего удержания точно не будут в общей сложности. И фактически, если судить, то на жизнь остается совсем крохи, да? Ну, как говорится, надо разобраться, что там за исполнительный документ второй, да, может быть, нужно было предпринять меры к рассрочке какой-то, да. Ну, то есть нужно обратиться к судебному приставу по месту жительства. Да, да. Либо, может быть, после эфира, да, пусть оставят нам данные, мы как обращение это зафиксируем, и мы обязательно ответим уже более подробно. Сергей Владимирович, если вы нас слышите, то позвоните, пожалуйста, после эфира, или сейчас позвоните, передайте свой номер телефона, да, сотрудники запишут, и потом постараются разобраться в вашем конкретном вопросе. Я думаю, что человек, мы ответили довольно какие-то подробно, конкурсы профессионального мастерства, потому что мы говорим о том, что вот вы сейчас говорили о бешеной сумме, конечно, вот они просто в голове не укладываются, сколько наработали приставы за этот год, сколько принесли в казну государство, да. Если назвать лучших, вот сейчас вы можете назвать в канун профессионального праздника лучшие отделы, возможно, как поощряете лучших сотрудников, и вот как влияют на работу сотрудников вот те самые конкурсы профессионального мастерства? Ну, конечно же, ежегодно, да, и мы в этой студии тоже рассказывали более подробно, да, у нас есть конкурс на лучшего судебного пристава исполнителя, на лучшего судебного пристава по ОПДС, лучшего дознавателя, да, и судебного пристава по розыску. Конечно же, влияет это только положительно, потому что главное это не победа, да, а главное, вот выработка вот этих вот имеющегося опыта, да, и умение показать, как эти теоретические знания, которыми обладает уже сотрудник профессиональный, именно на практике. Дух соревнований, а у нас в некоторых подразделениях вообще, то есть они внутри даже подразделения устраивают определенные там, какие-то соревновательные, значит, там по показателям, значит, мероприятия, что, естественно, влияет и на общий показатель отдела. Есть у нас крупные, то есть специализированные по взысканию штрафов, да, вот отдел очень большой, и они тоже внутри отдела вот такое практикуют. Поощрение, конечно же, стараемся поощрять, ну, естественно, материальное стимулирование, да, то есть это примирование ежеквартальное, оно имеет место. Стараемся, конечно же, именно посмотреть на результаты работы. Но хочу сказать, что стремятся, да, и стараются, чтобы действительно это поощрение получить, вот, сработать лучше. Вот, ну, показатели у нас есть, их никуда не денешь, потому что и деятельность всей, и всего управления оценивается тоже с учетом установленных показателей. Но не могу сказать, что это самоцель. Ни при каких условиях здесь говорить об этом нельзя. Вот, есть отделы, которые уже долгое время делают очень много для всего управления. Это отдел по Вашневолодскому, Испировскому, Эфировскому району, да, то есть это три района объединяет сейчас. Очень опытный начальник отдела сейчас получила награду за верность долгу. Вот, вручалась только в начале этой недели директором службы была вручена награда Цунько Ирине Анатольевне. Отдел судебных приставов по Краснохомскому и Лаковскому отделу, тоже небольшой отдел, но работает с большой отдачей. Это, конечно же, Торжокский отдел. Начальник отдела, там тоже опытный сотрудник, она длительное время была заместителем, теперь назначена начальником. Тоже отдел, которому всегда с большим поклоном говорим спасибо. Это Конаковский отдел, с учетом их трудности расположения, да, приближенности к Московской области. И вообще очень крупный отдел, очень большая нагрузка там огромная. Но люди тоже работают, вот, отдают себя, как говорится, да, и днем, и ночью. То есть есть хорошие результаты, а главное, что они ценны для всего управления. В принципе, можно перечислять-то всех. Конечно же, каждый внес свой вклад вот в общую копилку, да, вот в те цифры, которые я назвала. Это вот как раз так с моим словом тогда о подвиге, да, что вы каждый день совершаете маленький, но подвиг. Потому что, на самом деле, работа очень тяжелая и ответственная. Вопрос конкретный, который, наверное, интересует жителей региона, когда накладывается и снимается запрет или ограничение на регистрационные действия с автомобилем, да. И потому что это очень важно, потому что многие автомобилисты превращаются в волю, не по своей воле, а по своих, в пешеходов, да. Когда это происходит? Чего опасаться, как не нарушать закон? Запрет накладывается, ну, если начать с АЗОВ, да, то обеспечительная мера, которая может быть принята судом, это за арест накладывается, да, на основании решения суда, исполняет его судебный пристав. Также в рамках и каких-то следственных действий расследование уголовного дела следователь также может наложить. Ну и, соответственно, судебный пристав, исполняя решение судов, либо постановление. Либо постановление. Соответственно, при наличии, при задолженности свыше трех тысяч судебный пристав вправе наложить запрет. Ну, это запрет, который выносится в постановление о запрете регистрационных действий, который исполняется органами ГИБДД. Да, далее, как следствие, если не происходит оплата задолженности, да, Судебный пристав также вправе применить еще и арест на автотранспортное средство. Да, ну, что такое арест? Это составление актописи имущества, да, и определение его и порядка хранения, и условий. Вот. Запрет может быть снят только в том случае, если будет погашена задолженность. То есть главное действие — это погасить, да? Погасить задолженность. Да. Еще также очень часто мы встречаемся с тем, что люди покупают автотранспортное средство, и не проверяя по базе ГИБДД, наложен ли запрет, это в общедоступная база, наложен ли запрет судебными приставами-исполнителями, не проверяя, а просто потом обращаются к нам и говорят, что вот я такой-то, такой-то, четыре месяца назад купил автомобиль, а пристав наложил запрет на предыдущего хозяева. Вот вам договор купли-продажи. На что мы отвечаем? Раз вы составили данный договор купли-продажи, в данном случае идет спор о праве, и, соответственно, обращайтесь в суд, и пусть суд рассудит, кому на самом деле принадлежит данная машина. В какое время вы написали данный этот договор, да, чтобы юридическую значимость и силу данному договору уже дал непосредственно суд. Если суд рассмотрит данное дело и скажет, что запрет снять судебному приставу, судебный пристав запрет снимет. Нет? Так значит, имущество пойдет на реализацию. Это еще раз мы говорим о том, что вы сами не придумываете, что вам делать, и какие запреты, либо снять, либо наложить, вы не придумываете. Это решает все. Суд, да, опять же-таки. Это как бы... Случай спора о праве. Случай вот этого, о чем мы говорим, случай спора, да. И еще раз говорим, если вы покупаете какой-то автомобиль, нужно проверить все. Конечно. Просто проверить заранее. Да. Что есть, что нет. Какие штрафы наложены на предыдущего владельца этого автомобиля, да? Все в общем доступе. И в базе ГИБДТ можно проверить запреты на авто, и, соответственно, в базе службы судебных приставов можно в банке данных увидеть исполнительное производство, которые возбуждены в отношении лица. Владельца транспортного средства. Все доступно, да? Все доступно. Еще раз обращаемся к жителям региона в связи с наступлением близким уже, как время бежит, с новогодних праздников, да? Ведь многим, ну, если не многим, то, ну, многим будет ограничен выезд за границу. Да, ну, сейчас это у нас порядка 8 тысяч граждан, да, которые, да, уже не выйдут. Вот, и поэтому вот уже сейчас, может быть, а кто-то сейчас уже пойдет приобретать какие-то путевки, да, то вот Ирина Евгеньевна уже сказала, да, есть банк данных. Ну, для начала хотя бы, да, нужно проверить себя на наличие в этом банке данных. Если там появилась какая-то информация, то, конечно же, полезно обратиться к судебному приставу. Либо просто заплатить, и тогда уже совершенно спокойно можно заниматься там подготовкой к праздничным мероприятиям. Время-то еще есть. Да, потому что, когда вы об этом узнаете в аэропорту, то, конечно же, могут возникнуть определенные обстоятельства, да, которые не позволят так быстро снять этот арест, да, либо, может быть, имеющая сумма долга, да, даже не позволят вам сразу заплатить, потому что случаи бывают разные. Сейчас, на сегодняшний день, еще пока что это занимает определенное время, то есть одномоментного вот такого снятия запрета нет, вот, требуется время, поэтому, конечно, вот сейчас заблаговременно уже можно озаботиться об этом, да, и проверить все эти обстоятельства. И еще раз говорим, что точную информацию об ограничении, где можно посмотреть? Ну, вот, сами ограничения именно выйти за председательство и такой, конечно же, открытой базы нет. Но наличие исполнительного производства, банк данных исполнительных производств, либо пушап-уведомления, если вы себе скачали приложение на какое-то мобильное устройство, любое, абсолютно все бесплатно. Вот, пушап-уведомление пришло, посмотрели, что же, что за исполнительное производство, и уже разобрались, что случилось. Запоминаем, уважаемые телезрители и радиослушатели, очень важная информация. Следующий вопрос, что такое исполнительский сбор? Потому что мы говорили, доход государства неоднократно уже говорили, об этом давайте напомним. Ну, исполнительский сбор — это штрафная санкция, которая накладывается судебным приставам исполнителям путем вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора по истечении срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа как имущественного характера, так и неимущественного характера. По истечении срока конкретно? Да, срок. Есть срок? Да, срок устанавливается в постановлении о возбуждении исполнительного производства. Но общее это пять дней. И с момента получения должником данного постановления исчисляется пятидневный срок для добровольного исполнения. Если должником не исполнено требование, соответственно, судебный пристав праве вынести постановление о взыскании исполнительского сбора. В сбор устанавливается 7% от суммы, подлежащей взыскании, но не менее тысяч для физических лиц и не менее 10 тысяч для юридических лиц. Соответственно, для неимущественного характера это 5 тысяч для физических лиц и 50 тысяч для юридических лиц. Данный исполнительский сбор подлежит взысканию в федеральный бюджет. В принципе, это все, что касается исполнительского сбора. Но еще хотела обратить внимание граждан, ну и представителей юридических лиц, о том, что в случае, если размер достаточно очень большой, то действующим законодательством предусмотрено снижение на 1,4 размера исполнительского сбора. Ну а если вы докажете в суде какую-то причину уважительности неисполнения требований исполнительного документа в добровольный срок, то масс могут либо вообще освободить, либо рассрочить, либо отсрочить его исполнение. Еще раз давайте напомним, где можно заплатить задолжнику, оплатить не только у судебного пристава, где может человек заплатить свои долги? Конечно. В банке данных исполнительных производств на сайте в случае появления информации, там есть кнопочка «Данное исполнительное производство оплатить». И несколько, там большое количество платежных систем, через которые возможно это сделать. Денежные средства сразу же попадут к нам на депозитный счет структурного подразделения, идти никуда не нужно. Также я говорила сегодня о приложениях мобильных, в них тоже есть такая функция оплатить сумму долга. Ну и, конечно же, в кредитной организации. То есть можно не ходить к судебному приставу, а прийти в любую кредитную организацию и там произвести эту оплату. Наличкой деньги не берутся? Нет, судебные приставы работают только безналичным расчетом, то есть путем пластиковых карт. Ваш совет жителям региона, куда можно обратиться с заявлением на ход исполнения? Кто-то может быть недоволен, кто-то считает, что все делается медленно, почему не взыскали с должника, мне не на что жить? Как здесь работа построена? Ну, а в ходе исполнения, во-первых, можно обратиться непосредственно к судебному приставу исполнителю, который ведет исполнительное производство. Да, это прийти либо в приемные часы у судебного пристава, это вторник в первой половине дня и в четверг и второй половине дня, и в соответствующие дни принимает также начальник отдела и заместитель, если таковые имеются, поинтересоваться. Также для удобства для граждан и представителей организации у нас организованы дежурные, которые предоставляют информацию, минимум необходимую информацию в отношении должника либо взыскателя в рамках исполнительного производства, это вне приемные часы. То есть, в принципе, в любое время, если гражданин придет, минимум информации ему будет предоставлен. Если что-то какое-то конкретное, ознакомиться с материалами исполнительного производства, то, конечно, это нужно приходить в приемные часы к судебному приставу исполнителю. Также я говорила, что получить информацию о ходе исполнительного производства можно также оформить подписку с помощью кабинета стороны исполнительного производства, оформить, и, соответственно, все действия, которые будет совершать судебный пристав, будет приходить уведомление о том, что судебный пристав сделал. И, соответственно, граждане уже будут не в неведении, что судебный пристав бездействует. Очень часто все говорят, что вот, ничего не делайте. Слышала, приходила с тобой, к сожалению. На самом деле, если вы оформите такую подписку, вы будете видеть, куда направил запросы, какие ответы пришли. Движение по вашему делу, документальное. И там буквально все открыто, да? Да, будут приходить. Также можно воспользоваться госуслугой через сайт госуслуги, через портал госуслуг. Это о ходе ИП запрос направить и о наличии ИП. Но если вы вдруг не знаете, да, вот физическое лицо не знает, значит, соответственно, она может обратиться и поинтересоваться, есть в отношении меня исполнительное производство или нет. Соответственно, ему придет уведомление, там, есть номер такой-то. Есть, тогда вы можете с этим номером оформить, запросить госуслугу о ходе ИП, и вам будет предоставлена полностью информация, что сделано по исполнительному производству. Несколько слов о очень важной составляющей вашей работы, это взыскание алиментов. Это продолжается, существует отдельный отдел, да? Мы, хотя отдельные программы делали, все равно давайте напомним, потому что в канун профессионального праздника об этом нельзя забывать. Конечно, ну, это наиважнейшая задача, потому что она имеет огромное социальное значение. В связи с этим мы, конечно, вот и образовали отдельный отдел, он работает по городу Твери и Калининскому району. Там находятся все вот исполнительные производства по этой территории. Увы, конечно же, не могу сказать, что само по себе количество исполнительных производств стало меньше, оно у нас стабильно. Но, как уже и говорила и в этой студии тоже, что отрадно, ежегодно у нас все-таки увеличивается количество трудоустраиваемых должников. Которые хотя бы периодически, да, но имеют заработок постоянный для того, чтобы уплачивать алименты в текущем режиме. Ну, вот это, наверное, положительно влияет. Еще тоже не очень, да, там, положительный показатель, что все так же у нас, ну, достаточно большой процент еще остается должников женщин, да, которые не уплачивают все алименты. Это касаемо детей, которые уже находятся в детских учреждениях на попечении государства. Это, которые лишены родительских прав? Да, да, которые лишены родительских прав. Уже говорил, да, что категории это достаточно проблемные, потому что трудоустроить их тяжело. Большая их часть все-таки ведет о социальный образ жизни, да, и поэтому даже наше взаимодействие с центрами занятости, которые у нас уже очень хорошо организованы, давно мы взаимодействуем, да, со службой занятости, но пока что не дает таких результатов хороших, потому что, да, действительно проблематика с их трудоустройством есть. Вот, это такие вот острые, наверное, вопросы, которые, проблемы, которые пока не удалось вот системно решить, да, хотя определенная системная работа есть, постоянно на контроле находится у нас диспанское производство. Мы и горячие линии вот в течение этого года проводили именно по этим вопросам. Вот, рейды большие, у нас проведены две большие акции, да, это в преддверии 1 июня, в преддверии 1 сентября собери ребенка в школу. Мы в этом году проводили почти более месяца, да, у нас проходила вот эта большая акция, и сделано очень много, с многими, многих должников нашли, с многими пообщались, да, удалось кого-то трудоустроить, вот опять же, группы взаимодействия со службой занятости. Поэтому движения определенные, конечно, есть, вот, и есть планы, да, будем работать и дальше вот с этой категорией, потому что она вот всегда, как говорится, у нас на виду. Несколько слов о том, с кем еще взаимодействуете, вот, в школе затронули службу занятости, с кем еще тесно приходится взаимодействовать каждый день? Ну, конечно же, не могу сказать про наше тесное взаимодействие с органами ГИБДД, потому что с ними проводим большие рейды, тоже системные, постоянные, да, каждую неделю, и вы в них тоже участвовали. Вот, вот, мобильный розыск, наше приложение, да, это огромнейший помощник. И сделано много, действительно, хочу сказать, во-первых, изменилось немножко и отношение уже к этим рейдам, потому что граждане уже стали с более пониманием относиться, почему их остановили, что от них хотят, и вообще, зачем все это происходит. Конечно же, в этом году тоже с гостехнадзором взаимодействовали, да, то есть проводили с ними рейды, налоговая инспекция, тоже вот сейчас готовим большую акцию, тоже, которая будет в предновогодние праздники, с ними будем. Ну, с налоговой инспекцией у нас также проводятся постоянные рейды, касаемо индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, то есть тоже на постоянной основе работаем вот в тесном взаимодействии. Поэтому, в принципе, все, кто, крупные взыскатели, да, это по взысканию жилищно-коммунальных услуг, то есть со всеми мы стараемся проводить какие-то совместные мероприятия. Во-первых, они видят нашу работу и понимают, какие есть результаты, какие есть перспективы. Ну, и нам, конечно же, намного интереснее, да, получить какую-то дополнительную информацию. — Работы очень много, но не ограничивается жизнь судебных приставов, только работа. Я знаю, что у вас есть при управлении общественный совет, у вас проводятся конкурсы «Хрустальная звездочка» при учении, вы ездите в монастырь, да, и наверняка, может быть, дети будут на концерте у вас спеть, вы как-то привлекаете. Что можно сказать по общественной работе? Буквально несколько секунд у нас оканчивается. — Да, ну вот сегодня про поисковый отряд уже сказали. Да, действительно, у нас такая вот духовная работа, да, это помощь монастырю нашему, это нашего святого Феодора Стратилат, он находится в Преславле-Залесском. С большим удовольствием мы постоянно туда ездим, вот осенний, весенний период времени, да, помогаем. И, знаете, дело даже не только в помощи, а дело вот в самом духе, да, вот этом вот, когда ты оттуда туда приехал, да, и уезжать, наверное, даже не хочется. То есть какой-то отдых и души в том числе. Да, действительно, детишек своих радуем, да, и вот благодаря общественному совету, помощи общественного совета планируем вот спортивный праздник провести сейчас перед Новым годом. проводили тоже определенные мероприятия, там, конкурс рисунков сейчас вот недавно, к первому ноября провели, завтра увидите, хотим галерею сделать, дети постарались, мам, пап своих нарисовали, то есть именно так, как они их видят. Профессия судебного пристава. Да, 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 да. Вот, поэтому стараемся, конечно, да, спортивных мероприятий мы в этом году очень много, большое количество спортивных мероприятий провели, и в других поучаствовали, есть и победа, да, у нас определенная. То есть, конечно же, служба — это служба, это очень важно, но какое-то духовное, да, еще такое вот взаимодействие, да, друг с другом, оно должно быть, и ребята молодые у нас молодцы, вот, есть такой костяк, да, молодежи, который не дает сидеть на месте и вот постоянно в движении. Я поздравляю вас с праздником, пусть ваша служба и дальше развивается, пусть будет как можно больше уважения в вашей нелегкой работе, хороших вам результатов, крепкого здоровья, всего доброго, до свидания.